Сегодня наше достижение в плане терапии опухолевых заболеваний столь серьезное, что многие удачно леченные пациенты живут 10 лет и более. При этом ряд авторов говорят о том, что медицинский прогноз при онкологической патологии тесно связан с качеством жизни и характером психологической адаптации пациента. Мне показался очень интересным результат, опубликованный в октябре 2014 года врачами из Германии, которые привели такие данные, которые говорят, что треть пациентов, которые прошли лечение с положительной динамикой лечения онкологического процесса, в дальнейшем имеют нарушение психического здоровья, которое требует профессионального вмешательства. 30% хорошо леченных пациентов, пациентов, имеющих положительный результат. И эти же данные были подтверждены исследованиями, которые я читала, и родина их является США. И наши коллеги из Соединенных Штатов продемонстрировали сегодня совершенно другой уровень понимания и нахождения в этой проблеме. И поскольку мы еще не на том уровне, я позволю сегодня говорить с вами из наших российских реалий. Кто такой здоровый человек? Перед вами определение здоровья ВОЗ. Это физическо-интеллектуальное, эмоциональное и духовное благополучие. И те изменения, которые влекут хотя бы одна из этих составляющих, делают человека нездоровым. Сегодня основными постулатами моего выступления, как человека, который специализируется все-таки на психосоматике, будут мысли, которые нам демонстрировал Зигмунд Фрейд, который открыл бессознательное в человеке. И он заявил, что физическая природа человеческого существа имеет связь с эмоционально-ментальной структурой. Это Вильгельм Райх, который первый установил бесспорную связь между психологией и физиологией, показав, что неврозы порождают не только физическое и ментальное тело. Но и Джон Перкс, и Александр Лоуэн, это ученики Райха, которые показали, что воля больного к исцелению одинаково важна и для его физического тела, и для эмоций, и для интеллекта. И именно в этом месте мы с вами оказываемся в том направлении, которое сейчас, мне кажется, наиболее адекватным. Я слушала дискуссию, мне хотелось в неё вмешаться, именно с точки зрения психосоматической. То есть психоонкология – это одно из подответвлений психосоматики. И мы понимаем, что психоэмоциональные факторы в нашей жизни, присутствующие ежедневно, а именно дистресс и депрессия – это те ведущие факторы риска, которые повышают риск заболеть онкологическими заболеваниями. В то же время онкологический процесс для психической деятельности выступает в двух аспектах. Это психогенный, он способствует сформированию психических нарушений психогенно-реактивного характера уже только потому, что диагноз, который причисляется к неизлечимым, и как следствие повышенно значимым превращает факт заболевания в очень серьёзную травму для человека. Есть вторая часть этого целого – это соматогенный характер, аспект. Это онкологическая патология рассматривается как крайний и один из самых тяжёлых в соматическом плане фактор. И это же ведёт к психической и физической астении, что в конечном счёте серьёзно влияет на психическую деятельность и формирует психогенные расстройства. Таким образом замыкается тяжёлый психологический и круг психологических нарушений. Что мы можем сказать о картине личности пациента, которому диагностирован онкопроцесс? Что характерно в первую очередь? Это неспособность выражать и управлять враждебными чувствами, такими как гнев, враждебность, неспособность выражать свою боль. Это совершенно иное взаимодействие внутри семьи. Как правило, тесная связь с одним из близких, доверительные отношения и остальные контакты с внешней средой игнорируются. Это сниженная способность к фантазированию, мечтанию. Люди в этом состоянии забывают о этой нашей человеческой возможности. Это, конечно же, снижение умственной работоспособности. Это снижение концентрации внимания, неуверенность в себе, неудовлетворение от жизни. Пациенты часто говорят о том, как разрушились их планы, что ряд мечт, которые у них были, просто реально не сбываются. Они испытывают чувство отчаяния, беспросветности, пустота и то чувство, что они отделены от всех других людей стеклянной стеной. Моя задача серьезно облегчена выступлением Юлии Викторовны, которая рассказала об этой классической последовательности, о фазах принятия новости об онкологическом заболевании. И действительно, пациенты иногда застревают на одной из фаз. Надо четко, ну это наша с вами задача, понять, в какой фазе сейчас находится пациент. И если он там затормозил, надо попытаться его подтолкнуть, для того чтобы он прошел логически все предстоящие ему фазы. Мне бы хотелось сказать, что реакции на онкологическую патологию зависят не только от реального психического статуса, который у пациента был до того, как ему был объявлен онкологический диагноз, он зависит и от характера, и от картины личности пациента, но в то же время локализация и характер процесса также играют большую роль. Например, по мнению ряда авторов, в частности Скворцова, пациенты с раком легкого имеют длительную фазу развернутой болезни. Иногда мы понимаем, что локализация рака в определенном органе накладывает четкое свое влияние на превалирующий синдром, который есть в клинической картине у данного пациента, именно психологический синдром. Например, у пациенток с раком шейки матки, когда они чутко понимают, что они лишаются женственности, погибает их, ну и вообще женщины с заболеваниями гениталий лишаются женственности, их женская природа страдает, у них появляются сексуальные перверсии, они чаще видят сновидения, и эти сновидения носят определенный характер. Пациенты с раком печени, раком поджелудочной железы, у них чаще встречается депрессивный синдром, у пациентов с опухолями желудочно-кишечного тракта чаще и длительные эпохондрические установки. Наличие метастазов у пациентов значительно усиливает те синдромы, которые начинают развиваться, поскольку наличие болевого синдрома может очень серьезно усиливать тот патологический круг, который у пациента есть. Немаловажную роль, я уже сказала, играет особенности характера и наличие тех черт характера, которые у пациента были до заболевания. Мне кажется, мне надо помнить о том, что пациент должен не только прожить определенные фазы в этом процессе, но и на каждом этапе встречи его с врачом пациент проживает совершенно разные чувства. Выделяют, например, поликлинический диагностический этап, это когда пациент первый раз узнает о том, что у него подозреваются серьезные проблемы, он впервые сталкивается с онкологической службой, и в этот момент у него развивается тревожно-депрессивный синдром, как правило, общее беспокойство, выраженная тревога, такая степень страха и полная степень безнадежности, бесперспективности. Следом за этим следует этап поступления в клинику. И в этот момент, когда пациент попадает в руки врача, интенсивность тех симптомов, которые у него проявлялись на поликлиническом этапе, снижается. Он верит в то, что он попал в надежные руки, и ему помогут. И на этом этапе все-таки немножко другие симптомы превалируют. Это ипохондрия больше, ну и тревожно-депрессивное состояние сохраняется. На предлечебном этапе, когда пациент готовится к тому, что ему предстоит лечение, будь то хирургическая манипуляция, радиологическое лечение, либо химиотерапия, у него снова значительно повышается интенсивность переживаний. И здесь превалирующим становится страх. Пациент боится погибнуть в процессе операции или химиотерапии. Постлечебный этап, когда операция проведена или начато лечение, любой вариант лечения, радиологическое пособие, либо химиотерапия, вы, наверное, замечали, что в этот момент пациент просто выдыхает. Он испытывает облегчение, потому что вся та непроясненность, все то, что он не знал, теперь понятно. Да, он с этим столкнулся, и он приблизительно понимает, какие его ждут реакции, и как он может помогать себе. Но и мы очень часто упускаем из вида катомонистический этап. Это этап, когда пациент ушел из клиники и завершил лечение. И вот в этом моменте очень часто пропускаются тяжелые депрессивные синдромы. Это ситуация, когда пациент в ракушку залезает, захлопывает створки и не хочет ни с кем общаться. И здесь очень важно, чтобы члены семьи или врач, к которому пациент приходит периодически на осмотры, могли как-то эту ситуацию разглядеть. И именно в этом этапе достаточно часто возрастает количество суицидальных попыток. Говоря о влиянии лекарственной терапии на ментальные и психологические аспекты жизни пациентов, я не могу не сказать о таком феномене, как хемо-брейн. Что мы знаем об этом? Многие больные, и об этом уже говорили в предшествующих лекциях, замечают, что после курса химиотерапии они стали абсолютно другими. Ухудшилась память, появилась рассеянность, стало сложно справляться с привычными делами. Я читала рассказ одной пациентки, которая сильно страдала от того, что сейчас, когда она готовит еду, она не может разговаривать по телефону. Это как раз вот та ситуация, когда человек не может делать несколько дел одновременно, хотя раньше он это делал совершенно спокойно. И эти симптомы такие сильные, что жизнь пациентов кардинально меняется. Это состояние во всей мировой литературе называется именно химический мозг. Хотя российские ученые предлагают его называть токсической энцефалопатией. Какие факторы риска, которые усиливают вероятность развития химии мозга? Это пожилой и старческий возраст, это, естественно, сопутствующие заболевания, которые связаны с поражением сосудов, сахарный диабет и атеросклероз. Это использование больших доз цитостатиков, это облучение области головы прежде всего, и это локализация основной опухоли или метастаза в головном мозге. Какие факторы ведут к развитию химио-брейн? Это побочные эффекты противоопухолевых средств. Не только их, но и препаратов, которые мы используем с целью антиэмитогенной терапии, обезболивающих препаратов и препаратов, которые используются для коррекции анемического синдрома. Это, безусловно, последствия длительного хирургического вмешательства и применения препаратов для наркоза. Это хронический стресс, в котором мы с вами живем ежедневно. Это длительное нарушение сна. Это подавленность, страх и депрессия, который, возможно, человек переживал до начала специального лечения. Это плохое питание и нескорректированный болевой синдром. По данным многих авторов, ряд препаратов противоопухолевых серьезно влияет на когнитивные функции. Об этом уже тоже говорили мои коллеги. И обратите внимание, что прежде всего здесь указаны те препараты, которые используются для лечения опухоли молочной железы, поскольку на самом деле наиболее изученными моделями стали рак предстательной железы и рак молочной железы. И самые большие исследования затронули именно две эти когорты ПЦН. Каковы основные жалобы, которые предъявляет ПЦН? Ухудшилась память, не могу сконцентрироваться, не могу подобрать слова в разговоре, начинаю предложение и не могу его завершить. Совершенно отсутствует возможность в получении каких-то новых навыков. Постоянная усталость, туман в голове. Очень медленно делается любое дело. Интересно, что применяя цитостатики, мы идем по лезвию бритвы, поскольку лечебные токсические эффекты очень близко находятся друг к другу, и мы понимаем, что цитостатик воздействует на любую быстро делящуюся клетку. И стало понятно в исследовании Квальчука и Колуба, что цитостатики на самом деле очень токсичны для здоровых клеток мозга. И ученые измерили объем головного мозга у женщин, которые 21 год назад проходили курсы химиотерапии по поводу рака молочной железы, и ужаснулись, поскольку объемы мозга были существенно ниже нормальных, и значительно было сокращено количество серого вещества, в котором находятся нейроны. И вот вы знаете, когда разговариваешь с пациентами, они очень боятся так называемой красной химии, то есть использования препаратов антрациклинового ряда. Вот как раз препараты антрациклинового ряда хуже всего воздействуют на нейроглию, и самые тяжелые токсические поражения головного мозга наблюдаются у пациентов, которые имели в анамнезе использование антрациклиновых. Длительность воздействия этих препаратов в диапазоне от 7 до 21 года. Как помочь? Мы находимся с вами в российской действительности, и у нас огромный поток пациентов, мы с вами просто на конвейере. А с людьми действительно надо разговаривать, об этом мы сегодня все уже сказали. У нас вообще, на мой взгляд, в России очень слабо развита психологическая помощь. Ставка врача-психолога, которая есть в штате любого онкодиспансера, фактически не занята. То есть людей, которые реально владеют навыком работы с онкологическими пациентами, их не так много. Могу сказать из своего поля, из поля психологов, что не каждому психологу, который считает себя психологом, умеющим работать с онкопатологией, можно доверить пациенту. Я это наблюдаю сейчас на горьком опыте, поскольку направляла пациентов к людям, перенесших онкопатологию. Мне казалось, что эти люди глубоко находятся в процессе и могут помочь. И та обратная связь, которую я получала пациентов, меня напугала. Теперь понимаю, что я не так легко направлю пациента, просто неработающего, которого невозможно контролировать, отправлю к нему на индивидуальную терапию пациента. Мы забываем с вами о том, что близкие пациента – это большое подспорье, поскольку когда выставляется диагноз у онкопатологии, семья либо объединяется, либо разъединяется. Я думаю, что все сидящие сейчас по ту сторону экрана встречались со случаями, когда мужчина говорил женщине с онкологическим диагнозом, что это ее проблема, и она оставалась одна один на один с диагнозом и с детьми. И это одна история. А есть совершенно другие ситуации, к сожалению, не так часто встречаемые, когда семья объединяется, консолидируется. И именно эти люди из тяжелых синдромов выходят значительно проще. Сейчас уже можно говорить о том, что возможны такие подходы, как групповая индивидуальная терапия, если вы точно понимаете, что работает профессионал. И тут совершенно не важно, какая техника и методика используются врачом-психотерапевтом. Главное, чтобы она была понятна и не наносила вред пациенту. Есть онлайн и телефонные программы поддержки, которые проводятся профессионалами здравоохранениями и теми людьми, которые пережили рак. Но и то, о чем говорят наши коллеги из Америки, это занятия гимнастикой, в том числе танцами, йогой, пилатесами, которые специально сейчас есть сайты, и есть люди, которые разрабатывают подобные программы для пациентов, переживших онкопатологию. И просто хочу сказать, что мы с вами сейчас хотя бы подняли завесу на тем, о чем уже давно надо громко кричать. О том, что мы не можем помочь пациенту только препаратами, радиологическим пособием и операцией. Потому что даже прекрасно проведенное лечение может возыметь совершенно другой результат, и результат его может быть сведен к нулю просто потому, что пациент находится в психологическом пике. И только четкое наше понимание и чувствование, в каком состоянии находится пациент, в какой фазе процесса он находится, позволит нам, столкнувшись с теми преградами, которые мы встречаем, следуя в правильном направлении, надо все равно продолжать этот путь, набираться опыта, учиться и попытаться что-то изменить и с этой стороны тоже. Мы получили колоссальные материальные вливания в нашу отрасль, но мы, не думая об этой ситуации, наверное, можем и не получить того результата, который ожидаем. Благодарю вас за внимание.